всем привет друзья сегодня хотел бы вам представить обзор на модель танка на новинку новинку компании 7 под номером 35 367 это у нас модель танка d34 85 легендарный танк великой отечественной войны ну так же его называют танк победы у нас поэтому приступим к обзору этого легендарного танка первое на что хочу обратить ваше внимание это у нас хороший красивый красочный букс-арт если вы хотите купить себе или сделать кому-то подарок это просто приятно даже одну коробку только приятно держать в руках далее мы снимаем наш букс-арт и что мы видим а здесь у коробка из плотного картона что немаловажно при транспортировке почты россии все знают как это все происходит в коробке у нас пакет с литниками далее у нас инструкция формата а4 выполненная виде журнала и декаль сейчас коробочку уберу теперь давайте друзья с вами приступим к обзору это у нас сверху ожидать ее покажу это у нас декаль декаль выполнена на новой бумаге и каких-либо проблем при переводе при приклеивании данной декали не возникает я уже просто собирал модели новые все новинки компании всем я очень доволен далее у нас инструкция инструкция как я сказал выполненная виде журнала а4 то есть здесь у нас технические характеристики модификации на двух языках также краски представлены но почему-то на данной инструкции первого такого не было чтобы не было томи и поэтому давайте вам покажу название цветов который нам предлагает компания 7 для краски данной модели первый лист у нас глянцевый так далее что мы видим на первой странице у нас показано красным показывается детали которые не используются в данной модели при постройке данной модели поэтому так друзья давайте посмотрим инструкцию хотел бы сразу обратить внимание я в сети уже читал мнение моделистов что это по сути т3 якобы писали так что этот это с 4 76 просто на нее по добавили литник башни друзья я хотел бы сразу обратить ваше внимание что данной модели у нас присутствуют детали от 34 76 но они четко показаны красным цветом что они не используются поэтому хочу обратить внимание корпус у нас новый это я покажу и для сравнения 34 76 часто стало также покажу вам литник у нас получается с деталями башни на который уже от 485 у нас детали то есть вот они здесь у нас закрашены красным на новом литнике они присутствуют также у нас на данной модели новые катки я уже неоднократно читал там в отзывы какие-то что якобы что-то там с катками было все это 4 76 здесь я уже все сверил все померил катки отличные поэтому я думаю вы останетесь довольны ну давайте приступим дальше еще раз говорю красным показывается неиспользуемые детали на данной модели они у нас вот здесь представлен надо вообще я собирал т-34 76 от данной компании и по сборке я остался очень доволен в плане стыкуем масти она отлично все стыкуется идеально проблем не возникло так также хочу друзья обратить ваше внимание на то что у нас инструкция сделано подробно то есть будет новичок или опытный моделист вы останетесь довольны от сборки только уже от инструкции потому что здесь каждый шаг показан подробно все видно что и куда и как то есть наш сборка катков дальше у нас сборка установка гусеницы башни установка башни место я как я сказал уже т-34 76 я собирал и от сборки остался доволен с проблемами никаких не возникло вот у нас окончательный вид 3d модели и также у нас представлены варианты декали но как раз у нее типовой 4 бол первый вариант это у нас т-34 85 7 гвардейский танковый корпус германия весна 1945 год вторая модификация т-34 85 5 гвардейский механизированный корпус германия весна 45 год третий вариант декали это у нас четвертая гвардейская танковая армия германия весна 45 год и просто т-34 85 весна 1945 год также компания сильно предоставила даже четыре варианта не давать обзора могу существовать немножко подробнее потом я вам покажу первое что это у нас первых были какие-то там вопросы вот это верх корпуса давайте что даже приближу сейчас приблизим это верх корпуса т-34 85 то есть вот наш корпус сейчас я вам достаю два корпуса вообще визуально я в интернете пытался найти там информацию что чем отличаются во многих источниках пишут просто ничем но обратился другу там он не подсказал кстати большое спасибо много интересного услышал про 34 чего даже не знал вот и теперь давайте друзья что вам показать первое изменение это разные корпуса потому что даже если перевернуть на детали пишется номер модели каталожный номер номера разные то есть как раз уже отлитет в разных пресс-формах далее что мы видим на модели у нас присутствует я не знаю как правильно назвать то есть здесь что-то типа какого-то ребра его здесь нет здесь она появляется на фотографиях я также это видео далее у нас какие изменения произошли еще по креплению баков или поручни то есть здесь у нас они не сквозно не сквозно тоже не знаю в общем так по количеству по моему различия да здесь различается по количеству также креплений для поручни ну и с этой стороны получается у нас также так нас фара это у нас для поручни поэтому друзья никого не слушайте никого не читайте это разные модели абсолютно это не перед не первое это не единственное скажем так отличие давайте друзья с вами остановимся подробнее дальше второе что я читал это у нас так это сюда положу что катки 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 много слышит а вот про катки они другие вот я вам литник кладу вот вам еще не просто это два разных литника абсолютно разных это катки для т-34 85 поэтому на это тоже решить абсолютно не ну и теперь друзья давайте теперь непосредственно уже более детальному обзору каждого литника ну раз тут лежит давайте начнем с наших катков каких-либо дефектов на данном литнике я не обнаружил так мелкие детали пролиты четко поручни пролиты четко этот литник абсолютно такой же ничем не отличается поэтому его сразу выбираем далее вверх корпуса но я уже остановился поэтому вы его видели это у нас получается верхняя часть корпуса пролита хорошо качественно каких-либо дефектов на ней не обнаружено следующее это у нас низ корпуса это не знаю кому как для меня это плюс он цельный и сборный некоторые компании предоставляют его в разборном виде мне это не очень нравится также хотел бы обратить внимание на верхи корпус это тоже есть компания 7 делает сварные швы то есть они здесь присутствуют и выделены поэтому их имитировать будет не нужно каких-либо дефектов на данной детали я не обнаружил дальше наверно на из самых интересных деталь что произошло изменение это у нас башня так давайте еще посмотрим интерес это у нас задний лист получается то есть тоже вот я это у нас т-34-76 вот эта деталь т-34-85 это разные детали абсолютно разные то есть вот я вам показываю я надеюсь вы это видите и прекрасно понимаете что это две разные модели давайте дальше непосредственно сам наш обзор хочу обратить внимание на то что компания 7 уже скажем так за нас делала имитацию литья то есть много кто знает что танк они отливались получается и у них была фактура литья такая шероховатая здесь она присутствует на некоторых моделях ее нет и моделисты и пытаются сами как-либо имитировать тут этого делать будет не нужно также на башне у нас есть сварный шов который также выглядит четко и хорошо далее друзья на что хочу обратить внимание мелкие детали они сделаны отлично так по разному каких-либо дефектов нет также у нас вот эти не знаю как правильно это назвать это доступно на внутренности танка в общем это тоже другие детали не как-то т-34-76 они отлиты то есть это абсолютно новый литник получается это вообще две разные модели ну потому что было много вопросов я хочу на этого еще раз еще раз еще раз при этом друзья говорить говорить юрий чтобы вы чтобы вас не было сомнений далее у нас бережно упакованный литник сейчас покажу какой тот у нас вот детали корпуса сидушки там маска орудия то есть тоже обращаю ваше внимание что на данном литнике все пролито четко и хорошо извините каких-либо дефектов обнаружил него дальше на следующий литник также у нас каких-либо дефектов на модели не обнорвано и теперь друзья многие ругаются ай винил не нравится пролит хорошо поэтому каких-либо проблем я с винилом то есть он выполнен у нас да все сделано отлично как с внутренней как и с наружной части то есть в принципе даже особо то и не видны не будет конечно опытные знающие ты сразу заметит думаю что можно оставить винил но хочу обратить внимание что многие производители сейчас крупные хорошие фирмы такие по моему даже драгон некоторые модели сейчас стал вкладывать виниловые гусеницы но в этом не проблема потому что кто более такой опытный все равно как правило заменяет его металлическими траками или еще теме существует множество траков выпускаемых разными фирмами вот поэтому вообще я не вижу проблемы такой который вы раздувается в интернете под винила винил это не проблема это даже упрощает нам жизнь одел и готова пролит вам хорошо то есть показываю все четко видно также на данном ну не знаю как правильно сказать летники летник но все на летней у нас присутствует трос 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 виниловый конечно мало кто оставит поэтому думаю на все сплетут его сами и также у нас присутствует еще летник с прозрачными деталями прозрачный пластик очень нравится компания 7 он всегда выполнен очень хорошо и четко также как и сейчас на даже через такие маленькие детали можно что-то разглядеть вот на этом друзья хотел бы завершить наш обзор то есть небольшой подготовку друзья покупаю данную модель вы покупаете именно т-34-85 это не переделанная то есть тут абсолютно новый вверх корпуса здесь у нас новые катки здесь у нас новая башня получается от т-34-76 здесь только низ корпуса который он по моему ничем даже не отличается поэтому смело приобретайте и получайте удовольствие от сборки всем спасибо всем пока